В соответствии с распоряжением губернатора на территории Кемеровской области введен режим повышенной готовности, в связи с чем проведение публичных и иных массовых мероприятий приостановлено. Идет вытеснение людей, друзья. Просим вас разойтись и покинуть данную территорию. Уважаемые граждане, напоминаем вам, что проведение публичных мероприятий, не согласованных с органами местного самоуправления, является нарушением федерального закона от 19.06.2004 года номер 54 ФЗ о сохранных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. В случае нарушения федерального закона вы будете привлечены к административной ответственности. В соответствии с распоряжением губернатора на территории Кемеровской области введен режим повышенной готовности, в связи с чем проведение публичных и иных массовых мероприятий приостановленных до особого распоряжения. Просим вас разойтись и покинуть данную территорию. Уважаемые граждане, напоминаем вам, что проведение публичных мероприятий, не согласованных с органами местного самоуправления, является нарушением федерального закона от 19.06.2004 года номер 54 ФЗ о сохранных митингах. Дорогие друзья, вот трансляция только что прошла. И вот Максим, к слову, познакомьтесь. Максим житель Кемерово. И вот на всякий случай иду еще раз вернуться на площадь, продемонстрировать вам. Вот люди уже начинают расходиться. В Кемерово по климатическим условиям долго не помитингуешь. Вот, собралось, на самом деле, на мой взгляд, ну, более полутысячи человек. Это однозначно, людей много, и холод такой весьма серьезный. Это видео я записываю как такой итог трансляции, итог митинга. Митинг вот еще продолжается, но, конечно, уже он потихоньку подходит к концу, потому что мороз, повторяю. Впрочем, как вот Максим сказал, во время трагедии «Зимняя вишня», вот вся эта площадь была забита людьми. Ну, то есть, вышла значительная часть активного населения Кемерово, тогда сейчас меньше. Но людей вышло много. Это действительно так. Я живой свидетель, и моя трансляция, которая вот закончилась в связи с посадкой батарейки. Вот, чем власть отвечает на вопросы людей о дворце за 100 миллиардов рублей. Ну, дворец за 100 миллиардов рублей, это, конечно, уже как-то вот, да? По-моему, да. Вот. А, да, здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарович Блаженный. И сегодня 23 января 2021 года. Я в прекрасном Кемерово. Вот. Вот и продолжаются гудки в поддержку людей. О! Че, не узнал, что ли? Привет! Привет, привет. Ну, узнал, конечно. Голубь, птица свободная, и хотел на их административные ответственности. Вот, друзья, 23 января, и я в Кемерово. Громкий повышенный. А, это вот он, видишь. Это управление по делам КВЧС Г. Кемерово. Приостановлено до особого распоряжения. Просим вас разойтись и покинуть данную территорию. Еще ничего не началось, а они уже шухер наводят. Напоминают про публичные мероприятия, друзья. Прошу вас, полюбуйтесь. Вот уже полтора часа длится мероприятие. Несмотря на мороз, многие люди вот остаются, не расходятся. Дворец за 100 миллиардов людям не нравится. Но хочу сказать, что на самом деле мероприятие прошло пока что совершенно мирно. Было только два или три задержания. Вот это, к слову, Кемеровский городской сайт народных депутатов и администрация города Кемерово. Здрасте. Скажите, а вы поддерживаете то, что у главы государства дворец за 100 миллиардов рублей? Это все фейк, этот дворец. Ну, не фейк, а фальшивка. Давайте на русском-то великом фейк. Это же английское заимствование. Фальшивка пуганая, да? А Путин хороший. Хороший. Понял. Ну, ваше право. У каждого человека свое право на свое мнение. Хороший заводчик, чем Навальный. Офигово, когда человеку предлагают такой выбор, да? Вот. И пожарную машину пригнали сюда. И МЧС, и пожарную машину. Я не понимаю, почему нормальные городские службы используются в целях политического подавления. Вот это вот мне просто совершенно непонятно. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите мой труд. Загляните в описание и узнаете, как это сделать. Вот еще раз. Вот прекрасная Кемерово. Вот это администрация города. Вот гудки, которые вы слышите. Это в поддержку людей. Сейчас на камеру вы видите только уже завершение митинга. Все наличные полицейские силы выдвинуты на место. Михаил Алферов и его соратники задержаны еще до выхода на улицу. То есть ОМОН дежурил в подъезде уже. А в Кемерово действует режим какого-то тотального полицейского подавления людей. Вот и люди выходят за свободу, за свою свободу. Что ж, помогай нам всем Бог. Доброго дня, друзья. Кемерово. Наши дни. Кемерово и Ленин. Да, загляните в мою трансляцию, друзья. В связи с тем, поведение публичных и массовое мероприятие приостановлено. Молодежь продолжает путешествовать по Кемерово, по улицам. И на самом деле, это разумно. Напоминаю вам, что проведение публичных мероприятий, не согласованных с органами местного самоуправления, является нарушением федерального закона от 19.06.2004 года. Добавлю, несмотря ни на что, все же тут, конечно, гораздо более мягко действуют полиция и правоохранительные органы, так скажем, если можно так назвать, чем у Москвы и в Кома. Там ноги ломаются. В соответствии с распоряжением губернатора на территории Кемерово от 19.06.2004 года. Кемерово, наши дни, друзья. Номер 54 ФЗ о собранных митингах, демонстрациях и демонстрациях. В общем, пометение публичных мероприятий неостановлены до особого распространения. Просим вас разойти и подъем в самую территорию.